Бисмиллахи ррахмани ррахим Вассалату вассаламу аля Расулилах и аля алихи и сахбихи аджмаин Уважаемые зрители, сегодняшняя наша тема 36-я сура Священного Корана сура Ясин Итак, обратите внимание Ясин Первый аят этой суры относится к буквенным аятам При чтении буквенных аятах имеется свои правила То есть, если первая буква, над которой не стоит никакой огласовки мы его относим к естественным удлинениям и я в размере двух огласовок читаем название буквы как в алфавите Ясин Если вот так у нас название буквы Синь с укуном то мы удлиняем огласовку Кесра в размере шести огласовок и получается у нас удлинение вот это удлинение указывает на данный момент Итак Ясин Второй аят Согласовки над буквы уходим лунные буквы Удлинение в размере двух огласовок уходим с огласовки Кесра на лям на лям вал-кур-а-ни-л-хаким при остановке у нас здесь варианты два, четыре, шесть но так как у нас сура длинная сура мы будем применять правила двух огласовок естественное удлинение при остановке таким образом аннулируется при остановке аннулируется Кесра под буквой мим и переходит сукун и получается вал-кур-а-ни-л-хаким исключением чтения хафса та-асама по путешествия в данном моменте является если мы захотим слитно читать первый аят со вторым аятом то если посмотрите теоретически она относится к правилу ассимиляции это когда согласно он встречается с одним из шести букв ассимиляции ярмалюн одним из шести то применяется правило ассимиляции нозализации и в данном случае должно появиться по теории частично ассимиляции когда согласно нун встречается с буквами вау и я в данный момент нун вау встречается и нужно применять по теории яси вал-кур-а-ни-л-хаким по чтению хафса ассима такое чтение является ошибочным и хафс выбрал чтение изгар мутлак обобщенная ясность относит данный аят к таким моментам это когда противовес правилу вообще известному правилу и таким образом мы читаем при слитом чтении первый аят со вторым аятом яси вал-кур-а-ни-л-хаким останавливаемся ясно четко после долгаты в размере шести огласовок и переходим на букву вау яси вал-кур-а-ни-л-хаким это при слитом чтении а если мы отдельно читаем то как мы уже вам преподнесли правила итак третий аят ясное чтение огласовка кесра на зализации нун в размере двух огласовок уходим на согласовки на лам ламинал мур-салин ра твердо произносится так как впереди стоит дамма мур-салин при остановке огласовка фатха аннулируется и переходит в сукун и мы применяем долготу в размере двух огласовок как мы уже с вами выбрали итак четвертый аят аля сиратим мустаким аля удлинение в размере двух огласовок фатхи аля сиратим сад с огласовкой кесра нужно обращать внимание чтобы она не переходила в букву син сират чтобы не было сиратин с сиратин ра твердо удлинение в размере двух огласовок фатха сиратин и согласовки танвин кесра и мим применяем мы здесь идгам полной нозализации с полной ассимиляцией полной ассимиляцией и полной нозализацией идгам иль камиль в размере двух огласовок аля сиратим мустаким мустаким так как син свистящий звук нужно дать полноту свойств чтобы полноценно произносилось мустаким мустаким при остановке танвин кесра аннулируется переходит сукун и в размере двух огласовок мы удлиняем огласовку кесра мустаким аля аля сиратим мустаким пятый аля танзилал азизир рахим танзилал здесь удерживаем сокрытие в размере двух огласовок танзи удлинение естественное удлинение в размере двух огласовок кесра танзи лаль азизир рахим а зи удлинение в размере двух огласовок кесры азизир на букву ра с удвоением азизир рахим при остановке аннулируется кесра уходит сукун а здесь долгота кесры в размере двух огласовок мы удлиняем итак танзилал азизир рахим нужно обращать внимание чтобы сокрытие не было тверным так как зай относится к мягким звукам танзи нет танзилал шестой аят обратите внимание литун 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 зира литун зира литун литун четко ясно произносить огласовка кесра потому что при начинании слово легко съедается. И нужно обращать внимание. Мягкая «ихфа» в размере двух огласовок. «Ра» твердая. Здесь у нас правило и драма. Полная нозализация в размере двух огласовок. Удерживаем. После нозализации мы удлиняем в размере четырех огласовок. В размере четырех или пяти огласовок. Но предпочтение четыре огласовки, в данном случае долготы. И мы будем применять в этой суре четыре огласовки. После долготы четкое и ясное произношение огласовки даммы с буквой «хамзе». И уходим после даммы на нозализацию в размере двух огласовок мягкой «ихфа». После фатхи у нас удлинение в размере двух огласовок. Естественное удлинение. Маддит таби'и. Здесь у нас долгота в размере четырех огласовок. Нужно обращать внимание, что здесь у нас отсутствует нозализация в размере двух огласовок. Является очень грубой ошибкой при чтении. Га – твердое произношение и долгота в размере двух огласовок. Удлиняем фатху. Га – филун. Фи – лун. При остановке огласовка фатха аннулируется, переходит в суккун. И долгота огласовки дамма в размере двух огласовок, как мы с вами выбрали. И таким образом, обращайте внимание, пожалуйста. Седьмой аят. Ла – мягкий звук, после которого идет кав. А после, точнее, мягкий, твердый, мягкий. Здесь применяем правило каль-кала, но правило каль-кала не влияет на твердость. И не переводит мягкий звук, даль, в твердый звук. И таким образом, ла – ка – да. Нет. Ла – ка – де. Ла – ка – де. Ха – ка – ль. Ха – ка. Ха – ка. Удвоем кав. И с огласовки фатха мы уходим лам. Ха – ка – ль. Ка – лу. Ка – лу. А – ла. Удлинение в размере четырех огласовок фатхи. А – ла. Удлинение в размере двух огласовок. Естественно, удлинение. Мы удлиняем фатху. Нужно обращать внимание, если Хамза с Сукуном, чтобы она не перешла в звук Ань. При остановке аннулируется фатха Нуна и естественное удлинение в размере двух огласовок удлиняем огласовку Дамма. Итак. Восьмой аят. Обратите внимание. Четкое произношение огласовки Кесра. Удержание нозализации в размере двух огласовок. После нозализации удлинение в размере двух огласовок огласовки фатха. Удлинение в размере двух огласовок фатхи. Удлинение огласовки Кесра в размере четырех огласовок. Удлинением разумели двух огласовок фетхи. Га твердый, аг нет. Мягкий, твердый, мягкий. Удлинение в размере двух огласовок фетхи над буквой лам. Здесь мы применяем правило ихфа. Назализация в размере двух огласовок. Правило ихфа здесь мягкое. Согласовки фетха уходим на другой лам. И, естественно, удлинение при слитом чтении аннулируется. Илэль, аз. Межзубное. Аз-кани. Аз-кани. Каф. Удлинение в размере двух огласовок. Тянем. Фетха. Аз-кани. Фа-хум. А здесь у нас нозализация в размере двух огласовок. Полная нозализация. Идхаму шефави. Называется губное слияние. Полное слияние. Губное слияние с ассимиляцией полной. Фа-хум. Му-ку. Фа-хум. Му-ку. Здесь применяем правило каль-каля. Мах-хун. При остановке фатха аннулируется. Переходится кун. И долгота в размере двух огласовок. Мы тянем огласовку дамма. И таким образом восьмой аят. Девятый аят. Обратите внимание. Медленное, спокойное, неторопливое чтение. Удлинение в размере двух огласовок. Фатха. Удлинение в размере двух огласовок. Удлинение в размере двух огласовок. Нозализации. Мим-бай-ни. Ай-ди-хим. Четкое и ясное произношение после нуна. Мим-бай-ни ай-ди-хим. Мим-бай-ни ай-ди-хим. Здесь в данный момент удлинение в размере двух огласовок. Огласовки кясра. Ай-ди-хим. Ай-ди-хим. Нет. Ай-ди-хим. Переходим. Сад-дау. Сад-дау. Здесь у нас идгам. Ассимиляция с нозализацией. Частичная нозализация в размере двух огласовок. Удвоение. А потом уходим на ассимиляцию. Сад-дау. Сад-дау-а-мин. Сад-дау-а-мин. Здесь у нас ясное произношение. Правило изгар. Ясность. Мин-хал-фи-хим. Сад-дау-а-мин. Здесь у нас ихфа. Мягкое ихфа. Мягкое сокрытие. Сад-дау-а-мин. Удвоение. А потом уходим. Сад-да-н-с. Фа-э-г. Фа-а-г. Фа-а-г. Чтобы влияние твердого звука га не переходило перед стоящим звуком и не после идущим. Фа-а-г. Фа-а-г. Ша. Фа-а-г. Ша. На. Аг. Шай. На. Удлинение в размере двух огласовок фатхи. На. Хум. Фа-а-г. Шай. На. Фа-хум. Ла. Юбасырун. Обратите внимание, чтобы здесь никакого нозализации, чрезмерности не было. Нозализация существует в самих звуках. Мим и нун. Это естественное свойство этих звуков. Но чрезмерность в данный момент. Аг. Шай. На. Фа-хум. Это является грубой ошибкой про чтение Корана. То есть нет причины чрезмерности нозализации. Фа-а-г. Шай. На. Фа-хум. Ла. Потому что в данных случаях не применяется правило нозализации. Ла. Удлинение в размере двух огласовок. Огласовки фатха. Ла. Юбасырун. Юбэ. Юбэ. Здесь правило. Калькаля. Юбэ. Сырун. Сад с кесрой. Рун. Юбасырун. При остановке аннулируется фатха над буквой. Мим. Нун. И переходит в сукун. И долгота в размере двух огласовок даммы. Так как мы с вами выбрали. Фа-хум ла юбасырун. Таким образом девятый аят будет звучать. Юбасырун. Юбасырун. Ам лам тунзирхум ла юминун. Ва са ва ун. Долгота в размере четырёх огласовок. Са ва ун. Чёткое и ясное произношение. Потому что здесь правило изгар. Чёткое. Са ва ун. А-лай хим. А-эн-дар-тахум. А-эн-дар-тахум. Две буквы хамзы. Нужно чёткое, полное, ясное произношение. А-э. А-эн-дар-тахум. Нет. А-эн-дар-тахум. И здесь применяем сокрытие в размере двух огласовок. А-эн-дар-тахум. Ра твёрдое. А-эн-дар-тахум. А-эм-лем. Тун-дир-хум. То же самое. Сокрытие в размере двух огласовок. Мягкое сокрытие. Тун-дир-хум. Здесь ра в отличие от первого. А-эн-дар-тахум. Мягкое произношение. Тун-дир-хум. Ла-ю-минун. Ла-долгота в размере двух огласовок. Фэтхи. При остановке аннулируется фатха, переходит в суккун, и долгота в размере двух огласовок удлинения огласовки дамма. Таким образом, обратите внимание. Еще раз, полное ясное чтение. Одиннадцатый аят. Удлинение, ясное произношение огласовки касры под хамзой. И удержание нозализации в размере двух огласовок звука дунн. Долгота в размере двух огласовок фатхи. Мягкое сокрытие в размере двух огласовок, то есть нозализация. Обратите внимание, в согласовке касра уходим на удвоенный т. А теперь в согласовке фатха уходим на дай. В согласовке фатха мы уходим на удвоенный ра. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой мим. Бил гайби. Уходим с огласовки касра на лям. Бил гайби. Фабеширгу. Ра здесь мягкое. Шин удваиваем. Фабеширгу. Фабеширгу. Гайн твёрдый. Но нужно обратить внимание, чтобы мим не произносилось твёрдым. Бимагг не было. Бимагг. Бимагг. Фи. Бимагг. Фи ратиу. Бимагг. Фи ратиу. Здесь тенвин касра свау. Применяем частичный нозализация в размере двух огласовок. Правила ассимиляции. Ва аджи. Аджи. Калькаля. Чётко ясно. Аджи. Аджи. Не Аджи. Аджи. Аджи ринг ка рим. Здесь у нас ихфа. Сокрытие в размере двух огласовок. Нозализацию удерживаем. Аджи ринг ка рим. Аннулируется тенвин касра. Переходит в суккун. И долгота огласовки касра в размере двух огласовок. И таким образом. Обратите внимание. Одиннадцатый аят. Обратите внимание. У нас здесь над словом гаиб, над буквой б стоит тематическая остановка. Если мы будем применять остановку, то получается вахащия рахмана бил гаиб. Огласовка касра аннулируется, переходит в суккун. И у нас появляется в размере двух, четырех, шести удлинений. Но так как мы выбрали двухразовое удлинение, и получается у нас два. Бил гаиб. И при остановке применяем калькаля. Вахащия рахмана бил гаиб. Или как мы первый вариант с удлинением без остановки полностью аят читаем. Двенадцатый аят. Обратите внимание. Здесь у нас тоже тематическая остановка. Мы сперва будем применять полное чтение, а потом объясню остановку. Итак, инна, ясное чтение огласовки касра. Удержание нозализации над буквой нун в размере двух огласовок. А потом долгота в размере двух огласовок фатхи. Инна, нахну, нахну, нух, иль. С огласовки касра уходим на лям. Уходим на лям. Нух, иль, мау, таа. Удлинение в размере двух огласовок. Фатхи. Инна, нахну, нахну, иль, мау, таа. Ванактубу. Ванактубу. Ма. Удлинение в размере двух огласовок. Ма. Каддэму. Удваиваем. Даль. Каддэму. Долгота в размере двух огласовок. Даммы. Даммы удлиняем. Каддэму. Ва-А-СА-РА-ХУМ. Ва-А-СА-РА-ХУМ. Долгота в размере двух огласовок. Фатхи. А-СА. То же самое. Долгота в размере двух огласовок. Фатхи. А-СА-РА-ХУМ. Ра твердый. Ва-А-СА-РА-ХУМ. Ва-КУЛЛА. Ва-КУЛЛА. Удваиваем. Обращаем внимание на это. Ва-КУЛЛА. ШЕЙ-ИН. ШЕЙ-ИН. Здесь применяем правила ясности. ШЕЙ-ИН-А. ШЕЙ-ИН-А. А-САЙ-НА-ХУ. А-САЙ-НА-ХУ. Удлинение в размере двух огласовок. Нуна. А-САЙ-НА-ХУ. ФИ. Здесь у нас долгота в размере двух, четырех огласовок. Удлиняем огласовку Кесра. ФИ. И-МА-МИМ-МУ-БИН. И-МА-МИМ-МУ-БИН. Долгота в размере двух огласовок Фетхи. И-МА-МИМ-МУ. Применяем здесь полную нозализацию в размере двух огласовок. И-МА-МИМ-МУ-МУ-БИН. При остановке аннулируется. Танвин Кесра переходит в Суккун. И долгота огласовки Кесра в размере двух огласовок. Как мы уже выбирали. Итак, если мы будем останавливаться на тематической остановке, то ничего не изменяется. Только передышка у нас появляется. И-МА-МИМ-МУ-БИН. Переходим с вами на 13-й аят. Обратите внимание. ВАД-РИБЕЛАХМ МА-СХАБАЛЬ КОРЬЯТИ ИЗДЖА ЭХАЛЬ МУРСЕЛЮН. с применением свойства продолговатого не должно у звука нету свойства удерживаем применяя свойства продолговатого потому что это свойство только присуще звуку с огласовки уходим на сукун и нужно еще обращать внимание чтобы звук не произносилось четкое произношение огласовки кесра и звук в данном случае является мягким звуком применяем правило применяем нозализацию в размере двух огласовок потому что это относится к губному ассимиляцию губной и драму шефовый в размере двух огласовок нозализацию удерживаем ле хум мэсэлен ле хум мэсэлен ясное четкое произношение тэнвина мэсэлен эс ас-с ас-с хамза никогда не произносится твердым четением ас-с не э эс-х ak ас применяем четкое свойство сад эс-х- vogак удлинение в размере двух огласовок фатхи ас-х- diez on avere Обращаем внимание на произношение Межзубное произношение Удлиняем в размере четырех огласовок Удлиняем в размере четырех огласовок Согласовки уходят на лям Естественно удлинение у нас аннулируется при слитном чтении При остановке аннулируется фатха и уходит в цикун Огласовка дамма удлиняется в размере двух огласовок Как мы уже выбрали И таким образом 13 аят Обращайте внимание 14 аят Обращайте внимание Четкое и ясное произношение С первой огласовки кесра Нужно обращать внимание, чтобы звук хамза не был твердым Арсель нет Арсель на И удлинение здесь в размере четырех огласовок Удлиняем И после долготы нужно обращать внимание, чтобы огласовка кесра у буквы хамза произносилась четко и ясно Торопиться никуда не надо Потому что у каждого свойства есть свои правила Своё право Правило и право И нужно отдавать эти права этим звукам Арсель на Илей Обратите внимание Илей ХИ Муз Согласовки Дамма Уходим на Звук С Илей ХИ Муз Най Ни Илей ХИ Муз Най Ни What do I do? Долгатав размеры двух гласовок дамы Долгатав размеры двух гласовок фатхи Зай удваиваем и остановимся на втором зай с укуном Долгота в размере двух огласок, фатха удлиняем Долгота в размере двух огласок, мы тянем огласовку фатха Применяем правило с назализацией в размере двух огласок Ихфа у нас сокрытие мягкое Долгота в размере двух огласок, твердое произношение Здесь долгота огласовки дамма в размере четырех огласок Назализация в размере двух огласок, удерживаем А потом уходим в долготу в размере четырех огласок, фатха удлиняем Обратите внимание После долготы Четкое произношение кесры А здесь удерживаем и назализация в размере двух огласок Илай-кун-ну Илай-кун-мур-салюн Мур-салюн Ра, твердое произношение Салюн при остановке Аннулируется фатха Над нуном И огласовка дамма в размере двух огласок, удлиняем Илай-кун-мур-салюн Итак, обратите внимание Четырнадцатый аят, еще раз прочитаем Так как аят длинный Мы можем применять тематическую остановку Каким образом? Обратите внимание Потом При остановке Вместо четырех огласовок Остановится два И уходит в естественном удлинении А потом забираем слово «фа-калю», а удлинение также переходит в размер четыре огласовки. «Фа-калю, инна илейхи илейкум мурсалюн». Но лучше стараться, чтобы аят полноценным образом слитно читалось на одном вздохе. Переходим к 14-й аят. Прошу прощения, 15-й аят. «Калю ма антум, илля башарум митлюна, ва ма ан знак нарр-рахману мин шаиин, ин антум, илля такзибун». Два раза, естественно, удлинение в размере двух огласовок даммы. Долгота в размере четырех огласовок фатху удлиняем. После долготы четкое произношение буквы хамза с фатхой. Чтобы фатха, огласовка хамзы, не было продолжением удлинения ма. Это ошибка. Ихфа в размере двух огласовок, удерживаемый нозализацию. Четкое произношение удвоение, а потом долгота в размере двух огласовок. Удержание в размере двух огласовок, нозализация, так как здесь правило. Ассимиляция полной, с полной нозализацией, с полной ассимиляцией. Башарум, митлюна, удлинение в размере двух огласовок фатхи. Ва ма, анзала. Ва ма, долгота, удлинение, долгота в размере четырех огласовок фатхи. Анзала. Ихфа в размере двух огласовок, нозализация, то есть применяем правило сокрытия. Анзалар-рахман. С огласовки фатха уходим на удвоенный ра. Анзалар-рахману. Ра твердое. Удлинение в размере двух огласовок фатха. Рахману. Мин-шей-ин. Мин-ихфа. В размере мягкое ихфа, сокрытие в размере двух огласовок. Применяем с нозализацией. Мин-шей-ин-ин. Мин-шей-ин-ин. Обратите внимание. Мин-шей-ин-ин. Ан-тум. Удерживаем сокрытие в размере двух огласовок с нозализацией. Ил-ла. Удваиваем, а потом долгота в размере двух огласовок. Мин-шей-ин-ин-эн-тум-ил-ла-тек-зибун. Тек. Нужно договорить звук К. Тек-зибун. При остановке аннулируется фатха и переходит в сукун. Долгота в размере двух огласовок даммы. Удлиняем. Мин-шей-ин-ин-ин-эн-тум-ил-ла-тек-зибун. Шестнадцатый аят. Калю раббуна я'ламу инна-илейкум ламурсалун. Обратите внимание. Калю. Долгота в размере двух огласовок даммы. Удлиняем. Калю. Калю. До этого долгота в размере двух огласовок фатхи. Калю. Мы точно так же пропустили с вами, к большому сожалению, вот здесь тоже. Долгота в размере двух огласовок. Калю. То есть она идентична. Вал-лафзу фи-назири-хи камитли-хи, как Ибн-Уль-Дезари сказал. Рахимуху Аллах. Калю раббуна. Калю раббуна. Долгота в размере двух огласовок. Фатха. Удлиняем. Калю раббуна. Я-ля-му. Я-ля-му. Не нужно резкая такая остановка айна, потому что это является ошибкой. Я-ля-му. Такой скользящей остановкой. Я-ля-му. Я-ля-му. Ин-на. Четкое признашение огласовки кесра. Удержание нозализации в размере двух огласовок. Ин-на. А потом долгота в размере четырех огласовок. Фатхи. Ин-на. И-ля-й-кум. После долготы четкое и ясное признашение кесры, хамзай. И-ля-й-кум. Ла-му-ру-салюн. Ла-му-ру-салюн. Ра. Твердое признашение. При остановке уходим в сукун. Долгота огласовки дамма в размере двух огласовок. И таким образом. КАЛУ РАББУНА ЯЛАМУ ИННА ИЛАЙКУМ ЛАМУРСАЛЮН. Семнадцатый аят. Обратите внимание. ВАМА АЛАЙНА ИЛЛАЛ ДАЛАГУЛ МУБИН. ВАМА. Долгота в размере двух огласовок. Мягкое признашение. ВАМА АЛАЙНА АЛАЙНА. Долгота в размере четырех огласовок. ФАТХИ. ВАМА АЛАЙНА АЛАЙНА. ИЛЛА. После долготы ясное произношение. КАСРЫ. ИЛЛА. Удваиваем. А потом. После удвоения с ФАТХИ. Уходим на ЛАМ. Естественное удлинение аннулируется при следственном чтении. ВАМА АЛАЙНА ИЛЛАЛ БАЛАГУЛ. БА. ЛА. Долгота в размере двух огласовок. ФАТХИ. БАЛА. ГУЛ. Останавливаемся на ЛАМе. БАЛАГУЛ. МУБИН. При остановке аннулируется огласовка ДАММА. Уходит в СУКУН. Огласовка КАСРА. Удлиняем в размере двух огласовок. Как мы уже выбирали. И таким образом. Семнадцатый аят. ВАМА АЛАЙНА ИЛЛАЛ БАЛАГУЛ. МУБИН. Восемнадцатый аят. Обратите внимание. КАЛЮ ИННАТАТАЙЯРНАБИКУМ ЛАИЛЛАМ ТАНТАХУЛАНАРУДЖУМЕННАКУМ ВАЛАЯМАССАННАКУМ МИННА ААЗАБУН АЛИМ СПЕРМА мы будем применять. А потом тематическую остановку я объясню. КАЛЮ Долгота в размере четырех огласовок. Да, мы удлиняем. КАЛЮ Точно так же и сперва долгота, естественное удлинение в размере двух огласовок. КАЛЮ Ясное произношение кясры. Удержание назализации в размере двух огласовок. А потом долгота в размере двух огласовок. КАЛЮ Одна из самых распространенных ошибок. Это когда ТА произносится твердо или наоборот ТА произнесется мягче. То есть или ТАТАЙЕРНА или ТАТАЙЕРНА. Что является ошибкой в обеих случаях. А в данный момент нужно ТАТА. 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 УДВАЕВАМЯ. РА. Твердое произношение. НА. Долгота в размере двух огласовок. ФАТХИ. ТАТА. ТАТАЙЕРНА. БИКУМ. ЛАИЛЛАМ. Здесь у нас ассимиляция без назализации. ИДГАМ БИЛАГУННА. ЛАИЛ. ЛАИЛ. Согласовки КАСРА. Мы уходим сразу на ЛАМ. ЛАИЛ. ЛАИЛЛАМ. ТАНТАХУ. ИХФА. В размере двух огласовок. Удержим назализацию. ЛАИЛЛАМ. ТАНТАХУ. В размере двух огласовок. Мы удлиняем огласовку ДАММА. ТАНТАХУ. ЛАНАР. РА твердый. ЛАНАР. Нет. ЛАНАР. ЛАНАР. ДжУ. ЛАНАР. ДжУ. МЕННАКА. Удержание в размере двух огласовок. Назализация. НУН. ЛАНАР. ДжУ. МЕННАКА. ВАЛАЯМАССАННАКАМ. Обратите внимание. ВАЛАЯМАССАННАКАМ. Удержание удвоения сина. Потом уходим на нозализацию в размере двух огласовок. А потом дальше. ВАЛАЯМАССАННАКАМ. МИННА. Обратите внимание. Сколько раз у нас получается полноценная нозализация. Раз. Два. Три. Здесь применяем тоже в размере двух огласовок. И здесь НУН тоже в размере двух огласовок. После которой долгота в размере двух огласовок. Обратите внимание. ВАЛАЯМАССАННАКАМ МИННА. И нужно обращать внимание, чтобы полноценная огласовка кесра под мимом произносилась. АЗАБУН АЛИМ. АЗАБУН. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок. АЗАБУН. Четкое и ясное произношение. Здесь ИЗГАР. Ясное произношение. АЗАБУН. АЛИМ. При остановке аннулируется. ТАНВИН. ДАМА. Уходит в СУКУН. И долгота в размере двух огласовок кесры. И таким образом. А сейчас давайте будем применять остановку на тематической остановке. Что делаем? Только остановка здесь уже указана. Каким образом? Так. Передышка и идем дальше. КАЛЮ. ИННА ТАТАЙЯР НАБИКУМ. ЛАИЛЛАМ ТАНТАХУЛА НАРЖУМАННАКУМ. ИННА ТАНТАХУЛА НАРЖУМАННАКУМ МИННА АДАБУН АЛИМ. 19 аят. Обратите внимание. КАЛЮ ТААИРУКУМ МААКУМ АИНЗУКИРТУМ БЕЛ АНТУМ КАВМУМ МУСРИФУН. Точно так же мыслительность первого будем читать. А потом тематическая остановка с вами будем применять. КАЛЮ. Долгота в размере двух огласовок. Естественно удлинение в размере двух огласовок. Удлиняем. КАЛЮ. Точно так же. Огласовка ДАММА в размере двух огласовок. КАЛЮ. ТА. ТА. В размере четырех огласовок. Удлиняем огласовку. ФАТХА. ТА. И РУКУМ. После долготы обратите внимание, чтобы четкое произношение касры. ТА. И РУКУМ. Твердое. Мягкое, твердое. ТА. И РУКУМ. РУКУМ. Здесь удержание в размере двух огласовок. Полная нозализация с полной ассимиляцией. ТА. ТА. И РУКУМ. МААКУМ. МААКУМ. А. И. А. И. А. А. И. Чтобы огласовка касра не сливалась с нозализацией. А. И. Нет. А. И. Первый, второй, третий. А. И. И. В размере двух огласовок. Удержим нозализации. А. И. А. Здесь уже при слитном чтении. В размере двух огласовок у нас нозализация. А. 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 Четкое произношение. Фатха с огласовкой буквы хамза. А. 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 Нозализация в размере двух огласовок. А. 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 остановки аннулируется. Фатха уходит в сукун. Долгота в размере двух огласок, как мы уже с вами выбрали, удлиняем дамму. Теперь давайте применять тематические остановки. Тематические остановки у нас джим первое и второе. И таким образом что получается? Калю та иру кум на акум Двадцатый аят. Обратите внимание. Обратите внимание. Долгота в размере четырех огласовок, удлиняем Фатха. Четкое произношение. Ихфа. Прошу прощения. Изгар. Ясное произношение. Мин аку. Мин аку. Нет. Мин аку. А. Хамзе всегда мягкое. И поэтому, чтобы ка твердое произношение звука ка, твердое свойство звука ка не влияло на предистоящему мягкому звуку хамзе. Мин аку. Аку. Применяем и правило ка. Сол. Са. Согласовки фатха. Уходим на лам. Аку. Сол. Аку. Сол. Мадинати. Мадинати. Долгота в размере двух огласовок. Ка. Касра удлинаем. Касра удлинаем. Раджу. Луи. Здесь применяем частичную ассимиляцию с частичной нозализацией. Раджу. Луи. Раджу. Луи. Яс. А. Син. Свойство син. Яс. А. Долгота в размере двух огласовок. Фатха. Ка. Ла. Долгота в размере двух огласовок. Фатху длинаем. Ка. Ла. Я. Ка. Уми. Долгота в размере двух огласовок. Вот здесь у нас есть. Я. Ка. Уми. Я. Я. Ка. Уми. Согласовки. Обратите внимание. Согласовки Касра. Мы уходим на удвоенный Т. Я. Ка. Уми. Та. Митта. Я. Ка. Уми. Та. Митта. Митт. Удваиваем. А потом фатха. Я. Ка. Уми. Та. Би. Та. Би. Та. Би. Та. Би. У. Согласовки. Здесь естественное удлинение аннулируется. И согласовки Дамма мы уходим на Ла. Я. Ка. Уми. Та. Би. У. Ла. Я. Ка. Уми. Та. Би. У. Ла. Я. Ка. Уми. Та. Би. У. Ла. Мур. Са. Лин. Ра. Твердая. Са. Лин. При остановке аннулируется фатха. И естественное удлинение в размере двух огласовок при остановке. И таким образом Двадцатый аят Ва. Джа. А. Мин. А. Ка. Са. Л. Мад. И. Рад. Ю. Лу. Я. Са. Ка. Л. Я. Ка. У. Мит. Та. Би. У. Л. Мур. Са. Лин. Двадцатый аят И. Та. Би. У. Мал. Ла. Я. Са. Лу. Кум. А. Дж. Ра. У. Мух. Та. Дун. Обратите внимание Здесь мы начинаем с огласовки Кесра Так как это глагол Повелительное наклонение Третья буква Если будет Кесра И Дамма Кесра будет Кесрой Дамма Даммой Фатха Кесрой А в данном случае у нас Кесра Иттабиу Иттабиу Повелительное наклонение Итта Итта Би У В размере двух огласовок Удлиняем Дамму Иттабиу Малла Малла Здесь у нас ассимиляция без нозализации Малла Долгота в размере двух огласовок Удлиняем Фатху Малла Здесь у нас ассимиляция без нозализации В размере двух огласовок Аджи-рау-ва-хум Аджи-рау-ва-хум Ва-хум Полная ассимиляция с полной нозализацией В размере двух огласовок Ва-хум Обратите внимание, чтобы договаривались Ва-хум Та-дун Мух Та-дун Та-дун При остановке аннулируется Фатха Уходит в сукун Дамма Удлиняем в размере двух огласовок Как мы уже с вами выбрали Уходим на 22 аят Обратите внимание Долгота в размере двух огласовок Удлиняем Договариваем Нет Долгота в размере четырех огласовок Удлиняем Фатха После долготы обращайте внимание, чтобы звук хамза полностью произносился Согласовки дамма Уходим на удвоенный Удваиваем Здесь у нас долгота в размере двух огласовок Касра удлиняем Абуду ладзи Фатарани Махки твердые-твердые Махки Фа-та-ра-ни Фа-та-ра-ни Здесь у нас долгота в размере двух огласовок Касра удлиняем Фа-та-ра-ни Фа-та-ра-ни Ва-и-лай-хи Ва-и-лай-хи Тур-джа-ун Тур-джа-ун Ратвердые Тур-джа-ун При остановке Фатха-нули Ручи Переходят в сукун Здесь долгота в размере двух огласовок Дамма удлиняем Тур-джа-ун И таким образом Два с третьей аят Будьте добры, обращайте внимание Четкое произношение двух звуков хамза Их в размере двух огласовок с нозализацией Мягкая Долгота в размере двух огласовок Здесь долгота в размере четырех огласовок Мы применяем здесь Огласовка Касра удлиняем Мин-ду-ни-хи-а-ли-хатан Долгота в размере двух огласовок Ду-ни-хи-а-ли-хатан Четкое произношение хамзы Здесь правило изгар А потом переходим в эдгам Ассимиляцию частичной нозализации В размере двух огласовок удерживаем И-ю-риди, Ю-риди, Ю-риди, Каль-кала Ю-риди, Ни С огласовки Касра уходим на удвоенный ра Ю-риди, 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 Ни-рра Здесь рат верду Ю-риди, Ни-ррахману Долгота в размере двух огласовок После этого у нас появляется здесь ассимиляция без нозализации. После удвоения лама долгота в размере двух огласовок. Нозализация в размере двух огласовок, после которой идет долгота в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок. Здесь у нас правило частичной нозализации с ассимиляцией в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок. При остановке огласовка кясра аннулируется, переходит в суккун. И долгота в размере двух огласовок при остановке даммы. Давайте еще раз прочитаем 23 аят. 24 аят. Удерживаем четкое и ясное признашение кясра. Потом удержание нозализации нун в размере двух огласовок, после которой долгота в размере четырех огласовок кясру. Четкое признашение кясра. Здесь у нас ассимиляция без нозализации. Долгота в размере двух огласовок кясры. Долгота в размере двух огласовок кясра удлиняем. Долгота в размере двух огласовок кясра удлиняем. Итак. 25 аят. Обратите внимание. Тоже, как и предыдущем аяте, четкое признашение огласовки кясра. Удержание нун в размере двух огласовок. Долготы огласовки кясра в размере четырех огласовок. Долгота в размере двух огласовок кясра удержание нозализации в размере двух огласовок. Здесь их кясра. Долгота в размере двух огласовок кясра удлиняем. Ра твердо здесь у нас. Удва и мун ба. Бираббикум фас маун. С огласовки кясра мы уходим на син. Фас, фас, маун. При огласовке аннулируется у нас кясра, уходит сукун. Долгота в размере двух огласовок даммы. И таким образом, 25 аят. 26 аят. Обратите внимание. А потом мы с остановкой, тематической остановкой будем применять то же. Но в первую очередь слитное чтение. Ки-ля. Долгота в размере двух огласовок кясры. Ки-ля-ды. Применяем. Уходим с огласовки. Фатха на даль. Применяем. С огласовки кясра. Уходим на лям. Назализация в размере двух огласовок. Удерживаем полноценным образом. Долгота в размере двух огласовок фатха. Долгота в размере двух огласовок кясры удлиняем. При остановке аннулируется фатха. Уходит сукун. Долгота в размере двух огласовок. Останавливаемся. И таким образом, 26 аят. Ки-ля-ды-ху-ли-ль-джанната ка-ля-я-лай-та-кау-ми-я-ля-мун. Если мы применяем остановку, тематическую остановку, то после нозализации в размере двух огласовок переходит в звук х. Тамар-бута при остановке переходит в звук х. аннулируется огласовка, переходит в сукун и тамар-бута. И таким образом, ки-ля-ды-ху-ли-ль-джанната ка-ля-я-лай-та-кау-ми-я-ля-мун. 27 аят. Обратите внимание. Долгота в размере двух огласовок фатхи. Обратите внимание. Гафара. Нет. Фа. Никогда твёрдое произношение не будет. И нет в арабском языке, чтобы фа твёрдо произносилось. Гафара. Нет. Гафара. Твёрдый, мягкий, твёрдый. Бима-га-фара. Ли. Долгота в размере двух огласовок кесры. Гафара-ли. Раб-би. Ра твёрдый. Ли. Раб-би. То же самое. Долгота в размере двух огласовок кесры. Удлиняем. Ва-джа-ал-а-ни. Джа-ал-а-ни. Долгота в размере двух огласовок кесры. Ва-джа-ал-а-ни. Мин-эль-мук-ра-мин. Мин-эль. Согласовки фатха. Мы уходим на лам. Мин-эль-мук-ра-мин. Ра твёрдый. При произношении кев нужно договаривать. Мук-ра-мин. При остановке фатха аннулируется. Переходит в суккун. Огласовка кесра в размере двух огласовок удлиняем. И таким образом 27 аят. Бима-га-фа-ра-ли-раб-би. Ва-джа-ал-а-ни. Мин-эль-мук-ра-мин. Переходим. Следующий аят у нас. Ва-ма-а. Мягкое произношение звука «мя» и удлинение в размере четырёх огласовок. После удлинения тильды мы обращаем внимание на четкое произношение хамзы с фатхой. Мягкое ихфа. Ихфа — мягкое произношение, так как звук зай — мягкий звук. Удержание в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок. Здесь слитная долгота в размере двух огласовок, естественное удлинение. Удиняем касру. Удержание в размере двух огласовок нозализации. Мин-ба-ад-ихи. Смыканием губ. Мин-ба-ад-ихи. Ань. Нужно останавливаться. Применение суккуна мягче, не интенсивно. Ба-ад-ихи, чтобы такого не было. Ба-ад-ихи. Здесь тоже долгота в размере двух огласовок касру удлиняем. Мин-дюн. Ихфа. В размере двух огласовок. Мягкое удержание. Дюн. То же самое. Повторяем в размере двух огласовок. Нозализация. Применение правила ихфа, сокрытия. Нужно обращать внимание, чтобы джим с огласовкой дама полноценное произношение было. Мин-джун-дим. Здесь мы применяем правила полноценной нозализации в размере двух огласовок. Полноценная нозализация с полноценной ассимиляцией. С огласовкой фатха уходим на удвоенный син. Долгота в размере четырёх огласовок. Фетха удлиняем. Чёткое и ясное произношение хамзы с огласовкой кесра. Долгота в размере двух огласовок. Удержание, назализация в размере двух огласовок. И долгота в размере двух огласовок. После удержания. Удерживаем в размере двух огласовок. Так как мы с вами придерживаем правила, что при причинной остановке аннулируется фетха, и долгота мы выбрали с вами в размере двух огласовок. И удлиняем огласовку кесра в размере двух огласовок. Итак, обращайте внимание, 28 аят. Переходим к двадцатому аяту. Чёткое и ясное произношение огласовки кесра со звуком хамзы. И удержание, мягкое и хамзы в размере двух огласовок, так как каф у нас мягкий звук. Долгота в размере двух огласовок. Чёткое произношение. После удвоения, долгота в размере двух огласовок. А здесь мы применяем правила. Частичная ассимилизация, частичная нозализация в размере двух огласовок. Нужно обращать внимание, чтобы звук ха с огласовкой кесра в полноценном произношении происходило. И ха в размере двух огласовок, удержанной нозализацией. Долгота в размере двух огласовок, удлиняем фатху. Твёрдое произношение. Долгота в размере двух огласовок, удлиняем. При остановке аннулируется фатха, переходит в сукун. И дамма удлиняем в размере двух огласовок. И таким образом. Переходим на тридцатый аят. Мы сейчас прочитаем полноценным образом, а потом будем останавливаться на тематических остановках. Итак, я долгота. В размере двух огласовок, удлиняем фатха. Все мягкие звуки, кроме ра. Ра твердый. Здесь четкое и ясное произношение танмина, так как здесь правило изгар. Ясное и четкое произношение. С огласовки фатха мы уходим на лам. И естественно удлинение аннулируется. Так как естественно удлинение при слитом чтении всегда аннулируется. Нужно обращать внимание, чтобы лам сукуном не произносилось со свойством Долгота в размере двух огласовок, удлиняем фатха над мимом. Долгота в размере двух огласовок, удлиняем фатха над мимом. А потом после ха над мимом. У нас полноценная ассимиляция с полноценной нозализацией. Долгота в размере двух огласовок, удерживаем мим. И переходим после полноценной нозализации, уходим на ассимиляцию без нозализации. Долгота в размере двух огласовок. Даму удлиняем. Потом четкое и ясное признашение правила изгар, ясность. Мир-расу-лин-и. Ил-ла удваиваем. А потом долгота в размере двух огласовок фатха. Ка-ну. Ка- Долгота в размере двух огласовок фатха, удлиняем. Ка-ил-ла-ка-ну. Долгота в размере двух огласовок дама, удлиняем. Ка-ну. Би-хи. То же самое. Вот здесь слитная долгота называется. Ма-цаля-су-гра. В размере двух огласовок удлиняем огласовку ка-сра. Би-хи. Обратите внимание. Ил-ла-ка-ну-би-хи. И последнее слово. При остановке аннулируется фатха, уходит в суккун. И четкое и ясное произношение, долгота в размере двух огласовок дамы. Ястахзи-ун. Тридцатый аят. Если мы применяем правила остановки тематической чтения и останавливаемся на вот здесь, то у нас долгота появляется три варианта. Два, четыре, шесть. Но так как мы при остановке применяем размер долготы два счета, точно так же остается. Но отличительной чертой аннулируется ка-сра, переходит в суккун. И применяем правила кал-кала. И таким образом получается. Я хасротен аля ль-ибад. И таким образом дальше. Переходим на 31 аят. Нужно обращать внимание, что вау с суккуном. И нужно применять я-рау. Я-рау. Нет. Я-рау. Долгота в размере двух огласов. Еще раз. А-лям-я-рау-кэм-э-х-лэк-нэ. Каб-э-ля-хум. Каб-э. Каб-э. Твердое произношение. Б-э. Каб-э. Каб-э. Каб-э-ля-хум. Здесь полноценная ассимиляция в размере двух огласов. Удерживаем назализацию. Каб-э-ля-хум. Мин-э-ль-ку-ру-ни. После назализации в размере двух огласов уходим на суккун, на кесру. Каб-э-ля-хум-ми. Мин-э. Мин-э-ль. С огласовкой фатха уходим на лэм. Мин-э-ль-ку-ру-ни. Кур-у-ни. Долгота в размере двух огласовок. Дам-мы удлиняем. Кур-у-ни. А-на-хум. Удерживаем в размере двух огласовок нозализации. А-на-хум. Мин-э-ль-ку-ру-ни. А-на-хум. И-ля-й-хум. И-ля-й-хум. Ла-а. Долгота в размере двух огласовок. Фатха удлиняем. Ла-а. Я-р-джи-ун. Ра здесь произносится твердым образом. Ла-я-р-джи-ун. Яр-яр. Нет. Я. Я-р. Смягко на твердую уходим. Я-р-джи-ун. Я-р-джи-ун. При остановке аннулируется фатха, уходит суккун. И долгота в размере двух огласовок. Да. Мы удлиняем. В размере двух огласовок. Так как мы с вами договорились, что при остановке выбрали мы два раза. И таким образом. А-ля-м-я-рау-кам-э-хлак-на-а-каб-э-ля-хум-мин-ал-ку-ру-ни-э-н-на-хум-илай-хим-ла-я-р-джи-ун. Тридцать второй аят. Й-р. Здесь ихфа в размере двух огласовок. Удерживаем. Правило сокрытия. Кул-л-л-лэм-ма. Обратите внимание. Три звука с удвоением. Сперва удваиваем лэм. Кул-л-л-л-л-л-л. Потом у нас происходит ассимиляция, без нозализации. После удвоения лям из фатхы уходим уже удержание нозализации в размере двух огласовок. После нозализации в размере двух огласовок, долгота в размере двух огласовок фатха. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок фатха удлиняем. Прошу прощения, кесра. И правила идгама без нозализации, ассимиляция без нозализации. Долгота в размере двух огласовок фатха. Приостановка аннулируется фатха, уходит в сукун. И долгота в размере двух огласовок даммы применяем. И таким образом, 32 аят. 33 аят. И таким образом, Удлиняем долгота в размере двух огласовок фатха. Здесь у нас ассимиляция без нозализации. Уходим на сукун. Согласовки фатха. Даммы уходим здесь на лам. Нужно обращать внимание, чтобы ха в полноценном произношении было. Долгота здесь в размере двух огласовок. В размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок. Тоже самое долгота в размере двух огласовок. После удвоения звука ба применяем правило Ихфа в размере двух огласовок нозализации. При остановке аннулируется фатха. Долгота в размере двух огласовок. Применяем дамму. Итак, 33 аят. 34 аят. Долгота в размере двух огласовок кесра. Удлиняем фи-ха. Тоже самое удлиняем фатха. Сперва удержание звука нун в размере двух огласовок. Потом долгота в размере двух огласовок фатха. Потом после произношения нозализации нун долготы. Здесь у нас полноценная нозализация и дгамс полноценная ассимиляция с полноценной нозализацией. После удержания мимо согласовки фатха уходим второй раз на ассимиляцию с нозализацией на букву нун. Согласно нун с нуном. Вот здесь удержание. Долгота в размере двух огласовок кесра удлиняем. То же самое здесь удерживаем ассимиляцию с частичной нозализацией в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок. Удержание нозализации, частичная нозализация в размере двух огласовок. Удваиваем мягче. Уходим на твердый ра. Потом долгота в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок кесра удлиняем. Долгота в размере двух огласовок. С огласовки фатха уходим на лам. Огласовка кесра аннулируется, переходит в сукун. Я с дамой уходят в долготу в размере двух огласовок, как мы выбрали. И таким образом получается у нас... 35 аят. Применение тематической остановки после полноценного разбора. Долгота в размере двух огласовок. Да, мы удлиняем. Удержание нозализации, сокрытие, правил сокрытия в размере двух огласовок. Здесь тоже. Долгота в размере двух огласовок кесра удлиняем. Долгота в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок удлиняем. Долгота в размере двух огласовок. Лам с фатхой. Шин со свойством тафаши, который удержание. При остановке аннулируется фатха. Сукун. Долгота в размере двух огласовок дамы удлиняем. И таким образом 35-й аят выглядит. Если мы применяем тематическую остановку здесь, то ничего не изменяется. Только сукуном останавливаемся. Если при остановке ни в коем случае долгота, которая, естественно, долгота, двухразовая долгота, она не удлиняется. Она остается двухразовым. Она не является последней долготой, к которой можно уходить, перейти на 2, 4, 6. И поэтому ни в коем случае она неизменяема. Айдихим. И афа ла яшкурун. 36-й аят. Применение калка ла. Долгота в размере двух огласовок. Фатха удлиняем. Су-бханал-л-лы-ди. С огласовки Фатха уходим на удвоение лам. Су-бханал-л-ди. Долгота в размере двух огласовок кассра удлиняем. Ха-ля-ка. Лам всегда мягкий у нас. Ха-ля-ка. 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 С огласовки Фатха уходим на лам. А-з-ва-джа. А-з-ва-джа. Вау! удлинение в размере двух огласовок после удвоенной удлинение в размере двух огласовок сперва удержание в размере двух огласовок после этого удлинение в размере двух огласовок Удержание нозализации в размере двух огласовок с смыканием губ. С огласовки дамма уходим на лям. Удержание нозализации в размере двух огласовок, так как это правило сокрытия. Сперва удержание нозализации в размере двух огласовок, после этого долгота в размере двух огласовок. После этого долгота в размере двух огласовок, фатха, лама. При остановке фатха переходит в суккун и долгота в размере двух огласовок даммы. И таким образом, 36 аят. Субхана الذي خذق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. 37 аят. Долгота в размере двух огласовок, фатха, мягкое произношение. Здесь у нас ассимиляция без нозализации. Согласовки дамма, переходим на удвоенный лям. Твердое произношение ха. Нужно немножко удержать синь, потому что полноценное свойство свиста нужно выговорить. Согласовки дамма, уходим на удвоенный лям и удержание в размере двух огласовок нозализации. Долгота в размере двух огласовок, фатха. Долгота в размере двух огласовок, фатха. Полноценная нозализация в размере двух огласовок с удержанием. При остановке фатха аннулируется, переходит в сукун. Долгота в размере двух огласовок, как мы выбрали даммы. И таким образом 37 аят. 38 аят. Уходим с огласовки фатха на удвоенный шин. Применяем свойство тафаши. И долгота в размере двух огласовок кесры. После удвоения рам уходим на правила ассимиляции без нозализации. Долгота в размере двух огласовок, фатха. К тематической остановке мы вернемся. Долгота в размере двух огласовок, удлиняем фатха. Долгота в размере двух огласовок, удлиняем кесру. Та-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Согласовки фатха уходим на лям. Прошу прощения, согласовки дамма. Та-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Долгота здесь мы применяем в размере двух огласовок кесры. При остановке огласовка кесра аннулируется, переходит в сукун, и долгота в размере двух огласовок применяем с кесрой. И таким образом. При остановке, тематической остановке у нас, если мы останавливаемся, долгота в размере двух огласовок не меняется. То есть. 39-й аят. «Вал-قамара قадрناه منازل حتى عاد кал-عرجون القديм». «Вал-قамара». 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 «Твердый». «Махки твердый». «Вал-قамара». «Каддарнаху». «Каддарнаху». «Ра» здесь твердое. После удвоения «даль». «Каддарнаху» нет. «Даль махкая». «Каддар». «Твердое махкая». «Твердое махкая». «Каддарнаху». После применяемой долготы в размере двух огласовок. «Нуна». «Каддарнаху». «Маназеля». Долгота в размере двух огласовок фетха. «После удвоения долгота в размере двух огласовок». «Хатт-а». «Аада». «Долгота в размере двух огласовок». «Удлиняем айн». «Аада». «Кэль». «Ур-жуль». «Кэль». «Согласовки фетха» уходим на «лем». «Кэль». «Ур». «Ра твердое». Долгота в размере двух огласовок даммы Удерживаем Приостановка, аннулируется огласовка кесра И появляется у нас долгота в размере двух огласовок кесры И таким образом, 39-й аят 40-й аят, обратите внимание Тематическую остановку мы будем применять после применения полноценного чтения аята Итак, согласовки фатха Уходим на удвоенный шин И применяем свойства тафаши Почему? Потому что при слитном удлинении Естественном удлинении всегда аннулируется Удержание нозализации в размере двух огласовок Удлинение в размере двух огласовок кесры Долгота в размере четырех огласовок Огласовки фатха Удержание нозализации Сокрытие в размере двух огласовок Мягкое произношение Согласовки фатха Уходим на лам Как мы уже сказали Мягкое произношение мим С огласовки лам Уходим на удвоенный лам У нас получается Удлинение в размере двух огласовок сина Согласовки дам Уходим на удвоенный нун Сабикун И удержание нозализации в размере двух огласовок Сабикун Нахари Долгота в размере двух огласовок фатха Нахари Ва ма Прошу прощения Сабикун Нахари Вакул Вакул После удвоения уходим на ихфа И в размере двух огласовок удерживаем Долгота в размере двух огласовок кесры Здесь у нас частичная ассимиляция Частичная нозализация с полной ассимиляцией Удержание При остановке аннулирование фатха Уходит в размере двух огласовок Уходит в сукун И долгота в размере двух огласовок даммы И таким образом Сороковой аят Если будем применять тематическую остановку То при остановке огласовки кесра аннулируется Переходит в сукун И долгота остается в размере двух огласовок Так как мы выбрали изначально При остановке долгота вместо 4 и 6 Из трех вариантов 2, 4 и 6 Выбрали 2 И таким образом получается При остановке Ра с сукуном Уходит в твердое произношение Теперь переходим на 41 аят Ва аяту ла хум Энна хамална дзурриятахум Фи лфулки лмашхун Удлинение в размере двух огласовок фэтхи Здесь ассимиляция Ассимиляция у нас Идгам Билагуна без нозализации Аяту ла хум Энна Удержание в размере двух огласовок нозализации После которых Долгота в размере двух огласовок фэтхи Долгота в размере двух огласовок фэтхи Обратите внимание Здесь у нас Ра удвоенное И Я удвоенное Согласовки фэтха Прошу прощения кесра Уходим на лам То же самое здесь С огласовки кесра Уходим на лам Машхун Аннулируется кесра Переходит в сукун И удлиняем огласовку дама В размере двух огласовок И таким образом 41 аят будет звучать 42 аят Обратите внимание Лам махкое произношение Долгота в размере двух огласовок фэтха Удержание в размере двух огласовок С полноценной нозализацией Первая нозализация полноценная Потом с огласовки кесра Уходим на вторую полноценную нозализацию И удержим в размере двух огласовок И таким образом Здесь долгота в размере двух огласовок кесра Удлиняем Долгота в размере двух огласовок фэтха Ма-яр-ка-бун Ра у нас твердое Я-махкое Яр-ка-бун При остановке фэтха Аннулируется Переходит в сукун И долгота в размере двух огласовок даммы И таким образом 42 аят Обратите внимание Удержание нозализации полноценной ассимиляции В размере двух огласовок И четкое произношение кесры Здесь ра с огласовкой кесра И каф с калькалой Применением калькала Долгота в размере двух огласовок Удлиняем Долгота в размере двух огласовок Удлиняем кесры Здесь долгота в размере двух огласовок Удержание в размере двух огласовок Твердое Их-фа у нас твердое сокрытие Потому что каф твердое При остановке фатха аннулируется Переходит в сукун И долгота в размере двух огласовок даммы И таким образом 44 аят Четкое произношение кесра После удвоения долгота в размере двух огласовок Илля рахматен Первая нозализация в размере двух огласовок И вторая нозализация полноценная После второй нозализации Долгота в размере двух огласовок И таким образом Удлиняем фатха в размере двух огласовок Четкое произношение тануина Потому что правило изгар Долгота в размере двух огласовок При остановке тануин Кесра аннулируется Переходит в сукун И у нас в размере двух огласовок Удлиняем огласовку кесра 44 аят будет звучать таким образом 45 аят Долгота в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Огласовка кесра С огласовки дамма Уходим на удвоенный т После кав Долгота в размере двух огласовок Даммы в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Фатха Байна Ма Байна Эй Дейкум Долгота в размере двух огласовок Кесры Эй Дейкум Долгота в размере двух огласовок Кесра Долгота в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Кесра Долгота в размере двух огласовок 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 в сукун долгота в размере двух огласовок даммы как мы уже выбирали и таким образом 45 аят будет звучать 46 аят долгота в размере двух огласовок фатха долгота в размере двух огласовок кесры удержание в размере двух огласовок нозализации нужно обращать внимание при применении правила изгар ясного чтения чтобы нун не перешел в калькаля долгота в размере двух огласовок здесь у нас нозализация в размере двух огласовок повторюсь, чтобы не применялось правило калькаля над нуном мин аят а в размере двух огласовок я тоже долгота в размере двух огласовок аят рабби им илля четкое произношение огласовки кесра и илля долгота в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок фатха После удлинения фатхи с даммой тоже удлиняем в размере двух огласовок Долгота фатха над х удлиняем в размере двух огласовок Согласовка фатха аннулируется, переходим в сукун При остановке сукунун переходит в сукун Долгота в размере двух огласовок 46 аят وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Срок сидит мой аят وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ وَإِذَا Долгота в размере двух огласовок фатха قِيلَ Долгота в размере двух огласовок кясры وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ Чёткое произношение хамзы с фатхой أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ رَزَقَكُمُ اللَّهُ رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَإِذَا قَالَ وَإِذَا قَالَ فِقَاسَكُمُ اللَّهُ и здесь у нас есть رَزَقَكُمُ اللَّهُ Долгота в размере двух огласовок фатха رَزَقَكُمُ اللَّهُ уходим قال долгота в размере двух огласовок фатха с огласовки фатха уходим на удвоенный lamb ЛАЗИНА Долгота в размере двух огласовок Кесры КАЛАЛЛЛАЗИНА КАФАРУ КАФАРУ Здесь у нас долгота в размере двух огласовок ДАМ мы удлиняем ЛИЛЛЛАЗИНА Долгота в размере двух огласовок Кесры ЛИЛЛЛАЗИНА Нужно обращать внимание, чтобы ЛАМ удвоенной была ЛИЛЛЛАЗИНА АМАНУ Долгота в размере двух огласовок ФАТХИ Здесь у нас долгота в размере четырех огласовок даммы Нужно обращать внимание, чтобы фатха в полноценном произношении было Полноценная калькала с та, звук та применяем, потому что звук та относится к пяти звукам калькала Один из пяти звуков Удержание, здесь у нас ассимиляция без нозализации Долгота в размере четырех огласовок, удлиняем фатха Здесь даммы, уходим на лям Здесь у нас долгота в размере двух огласовок Долгота в размере четырех огласовок, удлиняем здесь даммы Четкое произношение После четкого произношения фатха с хамзой произносим и удержание в размере двух огласовок Обращайте внимание Долгота в размере двух огласовок, после удвоения ляма звука фатха Долгота в размере двух огласовок кесра, удлиняем Долгота в размере двух огласовок фатха Долали лим Вот здесь мы применяем полноценную ассимиляцию в размере двух огласовок, удерживаем Долали мубин При остановке аннулируется танвин кесра, уходит в сукун И долгота появляется у нас в размере двух огласовок кесра Итак, еще раз прочитаем 47-й аят При остановке можно применять здесь Таким образом Здесь останавливаемся Тематическая остановка При остановке дамма аннулируется и переходит в сукун Долгота остается в размере двух огласовок Хотя есть варианты 4 и 6 Но так как мы изначально выбрали при остановке тематической остановке Причина остановка в размере двух огласовок и остается Таким образом И дальше Переходим на 48-й аят Два раза здесь тянем удлинение в размере двух огласовок даммы Первая дамма и вторая дамма в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок фатха Долгота в размере двух огласовок фатха Согласовки второй фатха уходим на лям Удержание сокрытия в размере двух огласовок Удержание сокрытия в размере двух огласовок Мягкое сокрытие первое и второе Твердое призначение сад И с долготой в размере двух огласовок Садикин При остановке аннулируется фатха Уходит в сукун И долгота в размере двух огласовок кясры И таким образом 48-й аят 49-й аят Долгота в размере двух огласовок фатха Удержание твердой нозализации ихфа В размере двух огласовок Так как за твердый звук Долгота в размере двух огласовок даммы Долгота здесь фатха После удвоения лям Здесь у нас частично ассимиляция в размере двух огласовок После удержания удлинения в размере двух огласовок фатха Здесь сокрытие в размере двух огласовок При остановке аннулируется фатха Уходит в сукун Обращайте внимание Сад с удвоением Потом с кясрой И дамма в размере двух огласовок Удлиняем И таким образом 50-й аят Обратите внимание Долгота в размере двух огласовок Фатха Удлиняем Обратите внимание Не надо переходить на произношение звука Та Не произносив полноценным образом Мягким образом Та Долгота у нас в размере двух огласовок кясры Потом дамма в размере двух огласовок Здесь ассимиляция частичной нозализации В размере двух огласовок Долгота в размере четырех огласовок фатха После первой долготы четкое произношение кясры Вторая долгота в размере четырех огласовок фатха Тоже самое Обратите внимание Первая с кясры Вторая с фатхой При остановке фатха аннулируется Долгота унун И долгота в размере двух огласовок Как мы с вами уже выбирали Даммы И таким образом Аят будет звучать فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهлиهم يرجعون Пишет первый аят وَنُفِحَ فِيْسُّورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاسِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَنُفِحَ وَنُفِحَ ХА твердый ФИ Согласовки кясра Мы уходим на удвоенный сад ФИС 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 ФИССУРИ Долгота в размере двух огласовок Даммы ФИССУРИ ФАИЗА ФАИЗА Долгота в размере двух огласовок ФАТХА ФАИЗА هМ Удержание нозализации в размере двух огласовок ФАИЗА هМ МИ МИ НА МИНАЛ Уходим с ФАТХА НУНА МИНАЛ АДЖЕ АДЖЕ КАЛЬКАЛА ДАЛ ДжИМ Звук АДЖИМ АДЖЕ АДЖЕДА АДЖЕДА Долгота в размере двух огласовок ФАТХА АДЖЕДАСИ ИЛА Четкое произношение кясры Не забудьте звук АМЗы ИЛА Долгота в размере двух огласовок ФАТХА ИЛА РАББИХИМ РА ТВЕРДОЕ РАББИХИМ ЯНСИЛЮН Мягкое сокрытие В размере двух огласовок ЯНСИЛЮН При остановке аннулируется ФАТХА Уходит в СУКУН И Долгота в размере двух огласовок ДАММЫ И таким образом 51 аят 52 аят Обратите внимание Здесь у нас Правила СЕКТ Из инфраадата Выбор чтеца ХАВС По пути ОТААСМА По пути АШАТАБИЯ Это его исключительные моменты И мы Обратим внимание В разъяснении Изначально Здесь у нас Несколько вариантов Чтения Изначально Мы будем применять Полноценное произношение 52 аята А потом будем Разъяснять Какие исключения есть И таким образом 52 аят Если вы обратили внимание Было применено Правило СЕКТ Долгота в размере Двух огласовок ФЕТХА Потом Долгота в размере Двух огласовок Даммы КАЛerne Долгота в размере ФЕТХА Долгота в размере Двух огласовок Здесь применение Назализация в размере двух огласовок Чтобы не было Обратите внимание, чтобы Не переходило в сукун Долгота в размере двух огласовок Здесь удержание Назализация в размере двух огласовок И применяем Здесь после долготы После долготы в размере двух огласовок Предпаузальная остановка Без передышки Доли секунды нужно остановить Чтение и продолжить Долгота в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Первое, второе В размере двух огласовок Долгота В согласовке Уходим на удвоенный Долгота в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Удлиняем Нужно обращать внимание, что так как Даль у нас мягкий звук Садака Нет Садака В согласовке фатха Уходим на лям Садакал Мур Ра твердый У нас Мур Сэ Лун При остановке Аннулируется фатха И долгота в размере двух огласовок Ляма Мур Сэ Лун Обратите внимание Здесь мы применили При слитном чтении правило Сакт У нас здесь есть Киля Второе правило У нас право выбора Или останавливаемся При остановке В размере двух огласовок Применяем полноценную остановку Каким образом? Калю я вайлана Мам баасана Мим маркадина Если применяем остановку То у нас передышка Мим маркадина Хаза ма ваадар рахман А если мы применяем Слитное чтение То передышки не должно быть Калю я вайлана Мам баасана Мим маркадина Хаза ма ваадар рахман Переходим на 53 аят Переходим на 53 аят Прежде чем начать Обращайте внимание на четкое произношение Кесры Удержание в размере двух огласовок Мягкая ихфа Долгота в размере двух огласовок Канат Илла Удвоение А потом долгота В размере двух огласовок Илла Сайха таву Здесь у нас частичная ассимиляция В размере двух огласовок Прошу прощения Частичная нозализация С ассимиляцией Идгам бигуна нақса Сайха таву После удержания В размере двух огласовок Удлиняем Здесь у нас ихфа Сокрытие в размере двух огласовок С нозализацией Долгота в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Кесри А здесь у нас ассимиляция Без нозализации Долгота в размере двух огласовок При остановке аннулируется И уходит в сукун И долгота в размере двух огласовок Как мы уже выбрали с вами Таким образом 53 аят 54 аят Обратите внимание Согласовки фатха Уходим на лам Долгота в размере двух огласовок Туз ламу Туз С мягкого произношения Наза Сукун После у нас появляется ихфа Мягкая ихфа В размере двух огласовок Удержание нозализации Здесь у нас правило Частичная ассимиляция В размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Правило сокрытия Правило сокрытия мягкое Потому что Та мягкое А сокрытие подчиняется Последующему звуку При остановке Аннулируется фатха Переходит в сукун И дамма в размере двух огласовок Удлиняем И таким образом 54 аят Переходим на 55 аят 55 аят Обратите внимание Четкого ясного произношения Огласовка кесра Удержание нозализации В размере двух огласовок С мягкого произношения Долгота в размере двух огласовок Удлиняем С огласовки Уходим на лям Удержание нозализации В размере двух огласовок С огласовки кесра Уходим на лям Долгота в размере двух огласовок Удлиняем огласовку кесра Здесь у нас сокрытие В размере двух огласовок Удерживаем Мягкое сокрытие Долгота в размере двух огласовок Удлиняем При остановке Переходит с суккун И долгота в размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Удлиняем И таким образом 55 аят Переходим на 56 аят Долгота в размере двух огласовок Мы удлиняем кесру Долгота в размере двух огласовок Мы удлиняем Здесь Здесь четкое и ясное произношение Изгара Прошу прощения Четкое и ясное произношение Изгара Тенвин Кесра Соединяется Одно из гортанных звуков Айн И четкое произношение Зылялин Алал С огласовки Фетха Мы уходим на Лэм Алал Эра Ики Здесь у нас Долгота в размере Четырех огласовок Фетха Удлиняем Алал Эра Ра Тверда Эра Ики Муттеки Ун Муттеки Ун Долгота в размере двух огласовок При остановке Два И аннулируется Фетха Переходит Сукун И таким образом Пятьдесят шестой аят Хум Ва Аз Ва Аз Ва Джу Хум Фи Зыля Лин Алал Эра Ики Муттеки Ун Переходим На пятьдесят седьмой аят Ла Хум Фи Ха Фа Ки Ха Ту Ва Ла Хум Ма Я Да Ун Ла Хум Фи Ха Долгота у нас в размере двух огласовок Каср Удлиняем Фи Ха Здесь долгота в размере Естественно долгота в размере двух огласовок Фетха Фи Ха Фа Ки Хат Долгота в размере Двух огласовок Удлиняем Фетха Здесь у нас Идгам Частичная Нозализация С ассимиляцией в размере двух огласовок Удерживаем Здесь у нас полная Нозализация в размере двух огласовок После которой Долгота в размере двух огласовок Фетха Обратите внимание на удвоение звука Даль При остановке Фетха Переходит Сукон И долгота в размере двух огласовок Дам Удлиняем И таким образом Пятьдесят седьмой аят Ла хум фи ха фа ки хату Ва ла хум ма я ддаун Пятьдесят восьмой аят Долгота в размере двух огласовок Удлиняем Здесь После долготы Уходим на Твердый ихфа Так как Твердый А ихфа Сокрытие подчиняется Последующему Звуку И Здесь у нас Твердый ихфа В размере двух огласовок Удерживаем Применяем правила Нозализации Полная ассимиляция С полной нозализацией В размере двух огласовок Здесь Здесь у нас Ассимиляция Без нозализации И Второе слово То же самое Ассимиляция Без нозализации И таким образом При остановке Танвин Каср аннулируется Переходит в сукун И Долгота в размере двух огласовок Касры У нас Остается Как мы уже с вами Выбирали В предыдущих аятах 58 аят звучит Таким образом Переходим на 59 аят Согласовки Удвоение Удвоение Согласовки 59 аят 59 аят Уходим Переходим на 60 аят И таким образом Тематическая остановка Которая здесь есть Мы будем применять После того как Аят полностью будем разбирать АЛЕМ ААХАД ИЛАЙКУМ Долгота в размере двух огласовок Удлиняем Фетха А здесь у нас Долгота в размере Четырех огласовок Удлиняем Огласовку Кесра Удлиняем В размере двух огласовок Здесь у нас Ассимиляция Без нозализации После удвоения Удлинения в размере Двух огласовок Согласовки Мы уходим На удвоенный Шин Долгота в размере двух огласовок Фетха Четкое и ясное произношение Удержание нозализации В размере двух огласовок Долгота в размере двух огласовок Даммы Вот это удлинение Удерживаем Здесь удержание С полноценной нозализацией С полноценной ассимиляцией В размере двух огласовок Сперва Обратите внимание Сперва звук Вау Удваиваем А потом Уходим на ассимиляцию При остановке Танвин дамма аннулируется Переходит Сукун И долгота огласовка И долгота огласовки Касары В размере двух огласовок И звучит аят таким образом Если мы будем применять тематическую остановку В данном случае То при остановке Фатха аннулируется Переходит в сукун Долгота Выбранные нами Два счета Остается И таким образом У нас Если в других случаях Если вы выбираете Варианты У нас появятся Четыре или шесть Но мы Сейчас разбираем Тот стандарт Который мы выбрали Переходим на 61 аят Согласовки Касара Уходим на Айн Долгота в размере Двух огласовок Удвиняем Долгота в размере Двух огласовок Удвиняем Касары Долгота в размере Двух огласовок Удвиняем То же самое Естественное удлинение В размере Двух огласовок Рад твердое произношение И долгота в размере Двух огласовок А здесь мы применяем Ассимиляцию С полной нозализацией В размере Двух огласовок При остановке Танвин Дама Аннулируется Переходит В сукон И долгота В размере Двух огласовок Естественно В размере Двух огласовок Который мы с вами Выбрали Применяем И таким образом Здесь у нас тематическая остановка Если будем применять тематическую остановку Получится у нас Долгота, которую мы выбрали Не аннулируется Она остается И Переходим на 62 аят Начинаем с мягкого Призначения Сокрытие В размере Двух огласовок Мягкое Потому что Кеф Мягкое Удвоение А потом Сокрытие В размере Двух огласовок Удержание Здесь у нас Долгота В размере Двух огласовок Удерживаем Долгота Кесры Четкое Ясное Произношение Потому что Здесь Изгар Два раза Тянем Точнее Долгота Даммы И Нун С даммой Два раза Удлиняем При остановке Аннулируется Фатха Уходит Сукун И долгота В размере Двух огласовок Даммы Применяем Аят будет звучать Таким образом Если будем Применять Тематическую Остановку Которую В данном Случа То У нас Долгота После Звука Остается В размере Двух огласовок Но Здесь у нас Аннулируется Танвин И остается Долгота Переходим На 63 Аят Долгота Тянем В размере Двух Два счета Фатха Долгота В размере Двух огласовок У нас Вот Касра Удлиняем Удержание Назализация В размере Двух огласовок Согласовки Дамма Уходим На лям После Удвоения Ляма Долгота У нас Та Согласовка Касра В размере Двух огласовок Кун Тум Ихфа Сокрытие Мягкое Сокрытие В размере Двух огласовок Ту Адун Долгота В размере Двух огласовок Дамма Мы удлиняем Ту Адун При остановке Аннулируется Фатха Уходит Долгота В размере Двух огласовок Дамма Удлиняем И таким образом 63 аят 64 аят Обратите меня Мы об этом говорили Повелитель Глагол Повелительного Наклонения Если Фатха И Касра То первый Звук Будет И Если Дамма То У В данном Случае Первая Буква Вторая Буква Третья Буква Согласовка Фатха И Переходит Она В Касру И поэтому И Ис Лав Согласовки Фатха Уходим На Лям Ис Лав Хэл Яв Долгота В размере Двух Огласовок Фатха Мягкое Сокрытие В размере Двух Огласовки Так Фурун При остановке Аннулируется Фатха Уходит Сукун И Долгота В размере Двух Огласовок Дамма Удлиняем И Таким Образом Ис Лав Обратите Внимание На Сад Ис Дальняя Часть Языка Поднимается К Мягкой Небе Ис Ис Лав Переходим На 65 Аят Существительные Начинается С Фатха Обратите Внимание Мягкий Звук Нет С мягкого На Твердого Уходим Твердое Долгота В размере Четырех Огласовок Удлинение Фатха Вот Удлиняем Долгота В размере Двух Огласовок Удлиняем Чтобы Произношение Звука Не было Носовым Нет Удвоение Не обращайте Внимание Долгота В размере Четырех Огласовок Удлиняем Фатха Долгота В размере Двух Огласовок Мы Удлиняем Кесру Обратите внимание Если Звук Шин Стоит Впереди Х Нужно Более Усиленно Потому что Звук Съедает Тафащи Свойства Тащ Так Р Р Твердая Р Потому что Р Подчиняется В твердости Чтобы она Приносилась Твердо к предистоящему звуку. Если фатха и дамма, и она с суккуном, то ра всегда твердая. Удержание назализации в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок фатха. Долгота в размере двух огласовок фатха удлиняем. Долгота в размере двух огласовок даммы удлиняем. Обратите внимание При остановке аннулируется Фатха уходит в сукун И огласовка дамма в размере двух огласовок Мы удиняем Звучит 65 аят Таким образом Переходим на 66 аят Долгота в размере четырех огласовок Обратите внимание Мягкое, твердое, мягкое Чтобы не было Син свойство придаем сукун Долгота в размере двух огласовок Удиняем Долгота в размере четырех огласовок Удиняем Согласовки фатха Уходим на син Согласовки дамма Мы уходим на удвоенный сад Ра твердое Долгота в размере двух огласовок Удиняем Сырака Удержание нозализации в размере двух огласовок После которой Долгота в размере двух огласовок Применяем Применяем При остановке Фатха аннулируется Переходит в сукун И долгота в размере двух огласовок Дамма И таким образом 66 аят Переходим на 67 аят Долгота в размере четырех огласовок Долгота в размере четырех огласовок Обратите внимание Долгота в размере двух огласовок Удиняем Долгота в размере двух огласовок Удиняем Долгота в размере двух огласовок Удиняем Согласовки фатха Уходим на син Обратите внимание, мягкая, потом твёрдая, и долгота в размере двух огласовок мы удлиняем с Айном. Долгота в размере двух огласовок мы удлиняем с Айном, сперва удваиваем, а потом переходим на частичную нозализацию в размере двух огласовок. И долгота здесь у нас в размере двух огласовок, удлиняем, с мягкой мы уходим на твёрдый, при остановке фатха аннулируется, переходит в сукун, и дамма в размере двух огласовок удлиняем по выбранным нами правилам. Итак, 67-й аят. Переходим на 68-й аят. Здесь полная нозализация в размере двух огласовок. Вторая нозализация полной согласовкой, полная нозализация. Здесь ра у нас мягкая, потому что она с сукунами впереди, кесра не подчиняется кесре. Ва мэн ну аммирху нунэкисху нунэкки. Обратите внимание на удвоянника. Нунэкисху фил халки. Согласовки кесра мы уходим на лэм. Фил халки. Лэм. Мягкая. Халки. Нет. Халки. Афалайякилун. При остановке афала. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок. Фатха удлиняем. Яакилун. При остановке уходит в сукун и долгота в размере двух огласовок даммы. И получается у нас. Ва мэн ну аммирху нунэкисху фил халки, афалайякилун. Если мы будем применять тематическую остановку, здесь. Ва мэн ну аммирху нунэкисху фил халки. Огласовка кесра аннулируется переходит в сукун и применяем правило калькаля. 69-й аят. Ва ма аламнаху ши'ра ва ма ямбаги ла ху ин ху ва илла дикру ва курану мубин. Ва ма... Долгата в размере двух огласовок. Фатха удлиняем. Аламнаху... Долгата в размере двух огласовок фатха. С огласовки дамма уходим на удвоенный щит. Аламнаху ши'ра ва ма... Долгата в размере двух огласовок фатха удлиняем. Ямбаги... Здесь у нас нозализация в размере двух огласовок удерживаем. Ямбаги... Смыканием губ. Ямбаги... Здесь долгота в размере двух огласовок удлиняем кясру. Ямбаги... Ла ху... Здесь применяем в размере четырех огласовок долготу удлиняем дамму. Ла ху... После долготы обратите внимание, чтобы четкое произношение огласовки кясра. Ла ху... Ин... Гуа... Илла... Гуа... Гуа... Илла... Удвоение, после которой долгота в размере двух огласовок фатха. Илла... Зикру... Здесь мы применяем ассимиляцию частичной нозализации в размере двух огласовок. Зикру... Кур-Ан... Ра твердой. Кур-А-нун... Долгота в размере двух огласовок фатха. Кур-А-нун... И у нас полноценная ассимиляция с полноценной нозализацией в размере двух огласовок. удерживаем. Потом переходим на долготу. При остановке Танвиндам аннулируется и долгота в размере двух огласовок Касру удлиняем. И получается у нас... Переходим на 70-й аят. Обратите внимание, здесь лям с удвоением. При начале чтения с этого слова удвоение никакого воздействия на чтение не оказывается. Удвоение написано для основ слитного чтения. Потому что, если мы будем применять, то здесь у нас ассимиляция без нозализации. И поэтому на это не обращайте внимания. При начинании чтения с этого слова четко и ясно. Ли-ю. Ли-ю. Ли-ю это ошибка, потому что, еще раз повторюсь, она написана для основы слитного чтения. Так как мы не читаем слитно, и поэтому удвоение никакой роли и воздействие на четкое произношение первой буквы не имеет. Ли-юн-зи-ра. Здесь удержание, сокрытие в размере двух огласовок, мягкое. Ли-юн-зи-ра. Ра твердое. Мэн-ка-на. Тоже сокрытие в размере двух огласовок, после которого долгота в размере двух огласовок. Фатха-дву-ня. Кана-ха-я-у. Обратите внимание, сперва удвоение звука я, а потом уходим на частичную нозализацию, ассимиляцию в размере двух огласовок. Хай-я-у-ва-я-хик-кал. С огласовки Фатха уходим на лям. Я-хик-кал. Обратите внимание, чтобы х полноценным произношением огласовки кясра была. Я-хик-кал. Кав, естественно, твердое. Кав-лю-ал-ал-ка-фирин. С огласовки Фатха уходим на лям. И обращайте внимание, чтобы лям в таких случаях не переходил в свойства калька-ля. А-ля-ля. 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 А-ля-ля-ля-ля. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок Фатха удлиняем. К-а-фирин. При остановке Фатха аннулируется и переходит в суккун. И долгота в размере двух огласовок Кесру удлиняем. И таким образом 70-й аят будет звучать. Переходим на первый аят. Здесь у нас нозализация в размере двух огласовок, после которой долгота в размере двух огласовок. Обратите внимание, чтобы лям не произносилось твердо. Это одноиз particular. И применяем правило , после merge в размере двух огласовок. Переходим на вторую нозализацию в размере двух огласовок, После долгота в размере два счета фатха. Обращайте внимание на произношение. Долгота в размере двух огласовок удлиняем кесру. Долгота в размере четырех огласовок, которые мы выбирали с вами в начале чтения. Которые являются предпочтительными в чтении хафса от асама по пути ащата бия. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок фатха. После которой у нас сокрытие в размере два счета. Долгота в размере двух огласовок фатха. То же самое. Долгота в размере двух огласовок. При остановке аннулируется фатха, уходит сукун. И долгота в размере двух огласовок даму удлиняем. Семьдесят первый аят будет звучать таким образом. Переходим на самый второй аят. Обратите внимание, первый лям удвоением, а потом уходим на лям. Первая долгота в размере двух огласовок фатха. И вторая долгота в размере двух огласовок фатха. Здесь долгота в размере двух огласовок фатха. Долгота в размере двух огласовок даммы. Долгота в размере двух огласовок даммы удлиняем. Долгота в размере двух огласовок естественное удлинение фатха. Я кулюн. При остановке аннулируется фатха, уходит сукун. И долгота в размере двух огласовок, которые мы выбрали даму удлиняем. И таким образом, семьдесят второй аят. Переходим на 73 аят. Долгота в размере двух огласовок. А потом переходим на долготу, естественное удлинение фатха. Долгота в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок фатха удлиняем. Долгота в размере двух огласовок даммы удлиняем. Обратите внимание, шин сукун с применением тафаши полноценным образом. При остановке аннулируется фатха, уходит сукун. И долгота в размере двух огласовок даммы удлиняем. Буква Ра. И таким образом получается у нас, семьдесят третий аят. Обратите внимание, чтобы последние огласовки в Айне и Ба не удлинялись. Переходим на 74 аят. Согласовки фатха уходим на удвоенный Та. Удлинение в размере двух огласовок даммы удлиняем. Ихфа в размере двух счета удлиняем. Назализация, удержание назализации. После которой огласовка дамма удлиняем в размере двух счета. С огласовки фатха уходим на лям. Здесь естественное удлиняем в размере двух огласовок фатха. Долгота в размере двух огласовок фатха. Здесь у нас ассимиляция без назализации. Обратите внимание, на удвоение второй буквы лям. Здесь у нас твердая Ихфа в размере два счета удерживаем. При остановке фатха аннулируется, переходит в суккун. И дамма в размере двух, два раза удлиняем огласовку дамма. Так как мы выбрали с вами. И получается у нас 74 аят. Переходим на 75 аят. Здесь у нас долгота в размере двух, два счета фатха удлиняем. Та, мягкая, та, твердая согласовка кесра. Долгота в размере два счета. Кесру удлиняем. Здесь у нас долгота в размере два счета. Дамма удлиняем над буквой айн. Обратите внимание, чтобы здесь чрезмерность назализации. Чтобы не было. Это отсутствует здесь. Здесь ихфа в размере два счета. Мы удерживаем. После которой полноценная назализация в размере два счета. Идгам бигунна кямеля. Ассимиляция с полноценной назализацией. После удержания даммы. Дюн, дум, мух, дарун. При остановке фатха, приходит сукун. И долгота в размере два счета, которые мы выбрали. Удлиняем дамму. И таким образом, 75 аят. 76 аят. Долгота в размере два счета. Фатха удлиняем. Обратите внимание. Яхзу. Ихфа в размере два счета. Удерживаем. Мягкое сокрытие. Яхзунка. Кавлюхум. Здесь обратите внимание. Тематическая, обязательно остановка. Мы к этому вернемся. Кавлюхум. Инна. Долгота в размере два счета. Удержание. Долгота в размере два счета. Фатха. После удержания назализации. Долгота в размере два счета. Фатха. Юсирруна. Юсирруна. Сперва удвоение ра. После которой. Долгота в размере два счета. Даму удлиняем. Ма юсирруна. Ва ма. Долгота в размере два счета. Фатха удлиняем. Юльинун. При остановке. Фатха аннулируется. Переходит сухун. И долгота в размере два счета. Даму удлиняем. И таким образом. Переходим на тематическую остановку. Обратите внимание. Вот здесь мим. Это обязательно остановка. Тематическая обязательно остановка. При применении. Набираем воздух. И идем дальше. Переходим на 77 аят. Обратите внимание. А ва лам ярал инсану анна холакнаху мин нутуфатим. А ва лам ярал инсану анна холакнаху мин нутуфатим. Инсану анна. Удержание нозализации в размере два счета. После которого уходим в долготу два счета фатха. Ана холакнаху. Твердая и мягкая. Твердая. Лам мягкая. Обратите внимание. Холакнаху. Здесь у нас калькаля. Применяем. Холако и ку. Холаку наху. Холаку наху. Холаку наху. Долгота в размере два счета фатха. Удлиняем. Мин нутуфатим. Удержание в размере два счета. Нозализация полноценной. Мин нутуфатим. Калькаля. Так как та относится к пяти буквам. Калькаля. Мин нутуфатим. Фатимфатим. Два счета. Ихфа. Фа. И. За. Долгота в размере два счета фатха. Удлиняем. Ху. Ха. Си. Мун. Бин. Долгота в размере два счета. Касра. Удлиняем. После которой уходим на полноценную нозализацию в размере два счета. Ха. Си. Мун. Му. После нозализации. Му. Бин. Долгота в размере два счета. И аннулируется у нас Танвин Дамма. И уходит в Сукун. И таким образом. Му. 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 Фа. 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 Му. Бин. Преследительным чтением мы читаем, а потом вернемся к тематической остановке. Долгота в размере два счета, да, мы удлиняем. Долгота в размере два счета, фатха. Долгота в размере два счета, удлинение фатха. Долгота в размере два счета, фатха. Если мы будем применять тематическую остановку в данном случае, то у нас получается. Аннулируется, естественно, удлинение, аннулируется дамма и переходит в сукун. И дальше набираем воздух. И так далее. Переходим на 79 аят. Обращайте внимание. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок кесры. С огласовки фатха уходим на удвоенный лямб. Здесь у нас долгота в размере четырех огласовок кесры. Ихфа в размере два счета удержания и нозализации. Обращайте внимание, чтобы фатха полноценным образом произносилась. Долгота в размере четырех огласовок. Удлиняем фатху. Обращайте внимание на удвоение. Обращайте внимание на удвоение. Здесь у нас частичная нозализация. В размере два счета удерживаем. Здесь у нас правило изгар. Без нозализации, без ничего. При остановке аннулируется танвин дамма. Уходит в сукун. И долгота в размере два счета кесра удлиняем. И таким образом. Если мы будем применять тематическую остановку в данном случае, то у нас получается танвин кесра аннулируется. Там арбута переходит в звук х с сукуном. И получится. Потом набираем воздух и уходим дальше. Читаем. Ва хуа бикулли халкин алим. Семьдесят у нас восемьдесятый аят. И долгота в размере два счета кесра удлиняем. Удержание нозализации в размере двух счетов. Два счета. Согласовкой фатха уходим на удержание тэфащи. Слойство тэфащи. Согласовкой фатха уходим на лэм. Обратите внимание на мягкое произношение кесра звука хамзы. Мягкое здесь. Долгота в размере два счета удлиняем. Здесь у нас ихфа сокрытие в размере два счета удержание. Долгота в размере четырех огласовок удлиняем фатха. Удержание нозализации в размере сокрытия с нозализацией в два счета. Здесь нозализация в размере два счета полноценной нозализации. Долгота в размере два счета удлиняем. При остановке фатха аннулируется, в сукун уходит. Дамма удлиняем в размере два счета. Полноценный аят будет звучать таким образом. Переходим на 81-й аят. Обратите внимание. Сперва будем разбирать полноценным образом, а потом будем применять тематическую остановку, которая указана у нас в тексте. Долгота в размере два счета мы удлиняем кесру. Согласовки фатха мы уходим на удвоенный синь. Первая долгота в размере два счета фатха. Вторая долгота в размере два счета фатха удлиняем. Мягкое произношение фатха с согласовкой фатха. Буква хамза никогда не произносится твердо. Ни в коем случае. А не бывает. Ра твердое и да твердое. И переходим дальше. Твердое произношение фатха. Здесь у нас изгар. Четкое и ясное произношение. Долгота в размере четырех огласовок удлиняем. Здесь у нас частичная ассимиляция, частичная нозализация в размере двух огласовок. Здесь удержание в размере два счета нозализации. Долгота в размере два счета фатха удлиняем. Уходим на согласовки фатха, уходим на лям. Сперва удвоение ляма, а после которой долгота в размере два счета фатха. Согласовки дамма, уходим на лям. При остановке аннулируется дамма, уходит в сукун. Долгота в размере два счета удлиняем. И таким образом, 81-й аят, обратите внимание. Если мы будем применять тематическую остановку в данном случае, то мы что делаем? Добавляем огласовку, применяем сукун и все. И таким образом. Полноценная остановка. Без нозализации, без ничего. Набираем воздух. Переходим на 82-й аят. Обратите внимание. Четкое признашение кесры. Удержание и нозализация в размере два раза. После которой идет долгота в размере четырех огласовок. Фатха. Удлиняем. Долгота в размере четырех огласовок. Мы удлиняем дамму. Дамму. Долгота в размере четырех огласовок. Удлиняем фатха. Долгота в размере двух огласовок. Удлиняем ра. Четкое и ясное признашение. Правило изгар. Удержание в размере двух огласовок частичной нозализации. Долгота в размере двух счетов. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок. Дамму удлиняем. Вот она. Здесь у нас их фа в размере двух огласовок. При остановке дамма аннулируется. Переходит в удлинение даммы в размере двух огласовок. И таким образом у нас 82-й аят будет звучать. И 83-й аят из этой прекрасной суры. Здесь у нас правило. Долгота в размере двух счетов. Удлиняем. Удвоение лама и долгота дай в огласовке кесра в размере двух огласовок. Долгота в размере двух огласовок кесра. Удлиняем. Долгота даммы в размере двух огласовок. Удержание в размере двух огласовок частичной нозализации. И при остановке у нас фа тханулируется. Переходит в сукун дамма удлинение в размере двух огласовок. И таким образом 83-й аят. Уважаемые зрители, на этом мы завершили наш урок. До новых встреч. Ассаламу алейкум в рахмату Аллахи в баракату.